Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает Дефакто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Прошедшие выходные выдались напряжёнными для сотрудников ГАИ Гомельской области. Инспекторы работали в усиленном режиме, контролируя дорожную обстановку в местах массового пребывания людей. За этот период было выявлено свыше 3000 нарушений правил дорожного движения. 58 водителей управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 86 садились за руль, не имея права управления. 100 водителей нарушили правила проезда пешеходных переходов. К административной ответственности были привлечены и пешие участники дорожного движения. 93 пешехода находились в состоянии алкогольного опьянения. За прошедшие предвыходные и выходные дни на территории Гомельской области произошло 102 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы и 3 человека погибли. Практически во всех случаях причиной гибели людей на дороге послужило нарушение правил обгона, а также выезда на полосу встречного движения. В Реческом районе 30-летний водитель, управляя автомобилем Пежо и двигаясь по автодороге Октябрьский-Парич и Речица со стороны Светлогорска в направлении Речицы, при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Ауди под управлением жителя Речицы. В результате происшествия пассажиры автомобиля Пежо, 31-летние и 61-летние женщины, а также водители автомобиля Ауди с травмами были доставлены в больницу. А в Калинковическом районе 62-летний водитель, управляя автомобилем Опель и двигаясь со стороны райцентра в направлении Гомеля, недалеко от деревни Малые Аутюки выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Рено под управлением 68-летнего водителя. В результате пассажир автомобиля Рено 71-летняя женщина скончалась на месте, водитель умер в больнице. В празднике не до отдыха было и спасателем. Помимо ликвидации различного рода чрезвычайных ситуаций, приходилось оказывать помощь населению в быту. За прошедшие выходные спасатели четыре раза выезжали по сообщениям о необходимости оказания помощи в снятии колец и другой бижутерии. Работники аварийно-спасательного отряда областного управления применили свои знания и специальный инструмент, благодаря чему обошлось без пострадавших. Один из случаев произошел во вторник. В 7 часов утра гомельские спасатели выехали на улицу Ефремова. Помощь потребовалась 55-летней женщине. Поздно ночью спасатели уже мчались на Головачева. С аналогичной проблемой обратилась 18-летняя гомельчанка. С помощью кусачек украшения были сняты и переданы владельцам. Одним золото мешало жить, другие пошли на преступление, чтобы им завладеть. В субботу в Гомеле было совершено ограбление ювелирного магазина на проспекте Победы. Продавцы сообщили, что неизвестный преступник с капюшоном на голове и в солнцезащитных очках похитил с витриной 17 золотых изделий. Это были цепочки общим весом 335 грамм на сумму свыше 49 тысяч рублей. Сотрудники отдела уголовного розыска Центрального РОВД по подозрению в совершении преступления задержали неработающего гомельчанина 1998 года рождения. Все похищенное имущество мужчина спрятал у себя дома под ванну. Таков взор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.